Здравствуйте! Игру покажет телеканал ON TV. Отметим, что в прошлом году Астана оставила АПЛ за бортом Лиги чемпионов, победив в раунде плей-офф с общим счетом 2-1. Дома футболисты Станимира Стоилова выиграли с минимальным счетом 1-0, в костях сыграли в ничью 1-1. Тем временем шемкенский ордобасы, который выступил еще в первом отборочном матче Лиги чемпионов сербской Чукарички, скромно готовится к 27-му туру чемпионата страны среди команд Премьер Лиги. 17 сентября ордобасы у себя на поле примет Кокшетауский Охжит Пес. Турнирная группа побывала на тренировке подопечных Бахтиара Байситова и узнала, насколько для них важен предстоящий матч. В турнирной таблице шемкенский ордобасы сейчас занимает 5-е место, а их соперники Кокшетауский Охжит Пес 4-е. У обеих команд по 40 очков, однако из-за разницы забитых и пропущенных мячей синих горцы располагаются выше. К тому же у подопечных Владимира Муханова есть еще одна игра со столичной Астаной, которая сейчас является лидером турнирной таблицы. О том, что игра с Охжит Песом будет принципиальной и сложной, знают все. Тренерский штаб и футболисты. После серии неудач главная команда «Юга» находится в хорошей форме. Ордобасы не проигрывал две игры подряд. Клуб победил непростых соперников – Алматинский Кайрат и Павлодарский Иртыш. После победы над Кайратом и Иртышом мои футболисты сами понимают, что сейчас есть все шансы, чтобы наконец выиграть хотя бы бронзовые медали чемпионата. Охжит Пес – сильная команда. В ее составе 8 легионеров. Все они являются высококлассными футболистами. Я считаю, что ребята к игре готовы и готовы порадовать своих болельщиков отличной игрой. «Команда находится в хорошей физической форме. Мы очень рады, что смогли забрать три очка в Павлодаре. У нас есть цель – попасть в число призеров, и команда приложит все усилия, чтобы достичь ее». Ряд игроков – это Александр Гейнрих, Самат Смаков, Доминик Чату, Бронислав Трайкович и Отар Марцваладзе – возможно, не смогут помочь своей команде. Игроки основного состава «Ортобасы» получили травмы, но главный тренер клуба Бахсиар Байситов уверяет, что их есть кем заменить. «Все травмированные игроки, возможно, не выйдут на поле 17 сентября, но, возможно, им сделают обезболивающее, чтобы они могли помочь команде. Но в то же время у нас есть еще много игроков, молодых и опытных, которые, я думаю, хотят проявить себя». Отметим, игра между «Ортобасы» и «Охжетбес» пройдет в субботу, 17 сентября. Матч начнется в 17.00 по местному времени. Билеты будут продаваться в кассах Центрального стадиона имени Кожмукана за два часа до начала игры. В случае победы «Ортобасы» над «Охжетбесом» и алматинского «Кайрата» над Павлодарским «Ртышом» команда Бахтиара Байситова попадет в тройку лучших. За четыре дня до окончания параолимпийских игр в Рио-Казахстанская команда потеряла еще две позиции. На данный момент имеющая одну золотую и одну серебряную медали сборной Казахстана занимает 50-ю позицию в генеральной классификации. Напомним, награды параолимпиады в Рио завоевали пловчиха Зульфия Габидулина, она стала чемпионкой игр и пауэрлифтерша Равшан Койшибаева, завоевавшая серебро. Неизменная остается лидерская тройка – Китай, Великобритания и Украина. В Кыргызстане завершились вторые всемирные игры кочевников. Сборная Казахстана заняла третье общекомандное место, уступив пальму первенства дружинам Кыргызстана и Туркменистана. В активе наших спортсменов 39 медалей, весомый вклад в пополнение копилки казахстанской команды внесли шимкенские шабандозы и интеллектуалы. Всемирные игры кочевников проводятся раз в два года. В 2014 году турнир также прошел в Кыргызстане. Сборная Казахстана была главным фаворитом состязаний, но из-за необъективной работы судей. Как считает директор областной спортивной школы по национальным видам спорта, Ганья Ахмедбаев, дружина стала только третьей. Турнир начинался хорошо, но уже к финальным заключительным схваткам и встречам судьи недобросовестно выполняли работу. Если бы все было справедливо, наши спортсмены показали бы результат лучше. Уже после полученной травмы одного из наездников во время финальной игры в Кокпар у ребят была только одна цель – вернуться на родину живыми и невредимыми. В следующем году Всемирные игры кочевников, возможно, снова будут проводиться в Кыргызстане. И в таком случае, я думаю, что мы не будем выступать. Три медали завоевали шимкенские шабандозы на соревнованиях по удар-спах. В весовой категории до 70 килограммов Ярназар Байганаев стал вторым, а сырым из басаров. Ибржан Косалиев, одолев финальных схватков хозяев состязаний, кыргызских палуанов стали чемпионами всемирных игр кочевников. Для нас были непонятны некоторые моменты судейства. Если у нас этот вид спорта называется удар-спах, то у кыргызов – эр-эниш – борьба на лошадях. У них есть свои методы борьбы, которые и на наши вообще не похожи. Поэтому нам пришлось под них подстраиваться. Я рад, что вернулся на родину золотой медалью. Также на всемирных играх кочевников золотые медали выиграли Асель Далиева и Серик Актаев в соревнованиях по Тугаску Малак. Сразу же после этих соревнований сборная юга выступила на турнире в Астане – Астана Жолдузо, где Махжан Сапарбек в состязаниях по тенге Элью стал третьим, а Бржан Косалиев в Авдорусбах вновь выиграл награду высшей пробы. Один из самых популярнейших видов спорта на юге – бадминтон. Сейчас в секции олимпийского вида спорта занимаются больше 500 мальчишек и девчонок. Набор в секцию бадминтона совершенно бесплатный. Родителям не нужно даже покупать спортивный инвентарь. Ракетки и валаны выдаются бесплатно. Здесь принимают детей с 6 лет. Независимо от пола, веса и роста, главное, чтобы ребенок был подвижным. В бадминтоне нет такого стандарта определенного. Бывает, что пухлики приходят, но подвижные, шустрые, быстро худеют, сбрасывают вес. Или, наоборот, приходит такой худенький, еле дышит, а оказывается, что у него там потенциал. Но самое главное, конечно, подвижный должен быть. Лидер сборной Казахстана по бадминтону Вероника Сорокина до сих пор помнит свои первые тренировки. Многократная чемпионка страны начинала заниматься с 7 лет и уже 23 года является бессменным лидером республики. Мама меня после танцев сюда отдала, потому что это было не мое. А сюда ходил весь мой двор, все друзья. Она привела и с первого же занятия получилось. Так что я сразу попадала по валанчику, сразу бегала. Мне понравилось. Спортивный комплекс для занятий бадминтоном находится за зданием театра оперы и балета по улице Оскарова. Тренировки проходят утром и вечером. Впервые в новом гимнастическом комплексе Южно-Казахстанской области пройдет турнир на Кубок Акима Шымкента по художественной гимнастике. Традиционные соревнования ранее проводились в старом спорткомплексе, но несмотря на это собирали несколько сотен участниц. Сейчас заявки для борьбы за главный трофей состязаний подали больше 300 спортсменок со всех городов Казахстана и Республики Узбекистан и Кыргызстан. Открытый турнир на Кубок Акима Шымкента традиционный он проводится в городе уже на протяжении последних пяти лет. Раньше, когда гимнастический зал был вдвое меньше, чем нынешний, на турнир приезжали около 250 спортсменок. Теперь планируется, что за медали будут бороться около 300 девочек от 5 до 16 лет. Лучшие будут выявляться в индивидуальных и групповых программах. Сборная Юга – главный фаворит соревнований. В этом году грациям изменили соревновательные программы. Многократная чемпионка страны Роза Абитова на открытом Кубке продемонстрирует зрителям новые элементы в упражнениях с обручем и мячом. Мы продемонстрируем очень сложные, близкие, чем в том году. В том году по сравнению с этими познанными учебниками, это сложные, страшные. С нового года у нас новая программа, и мы делали программу так подогнать, чтобы они уже сейчас стали подогнать, потому что год в будущем. Поэтому программа очень сложная. Программа, я скажу, что на уровне 2000 года, на уровне не сегодня. Чтобы они готовились на будущую программу, очень профессионально. И еще раз повторюсь, я пытаюсь раскрыть девочек, чтобы они уже как-то более взрослые выходили и выступали. Турнир на Кубок Акима города сортует в Шемкенте 5 октября. Соревнования будут идти в гимнастическом центре в новом административно-деловом центре Южно-Казахстанской области. На сегодня у меня все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok